Добрый день, коллеги! Меня зовут Максим Кучук, я технический директор компании MCART. Мы занимаемся внедрением в основном только коробочного BITREX 24, просто потому что облако никак особо не кастомизируется, а мы именно такой интегратор, который решает какие-то большие конкретные задачи у клиентов и именно уже в коробке. Сегодня я расскажу вам про клиента. Пока у нас NDE еще не разрешает говорить имя этого клиента, но мы планируем, что нам буквально в течение этого месяца разрешат и мы напишем большой красивый кейс, где, скажем, кто это, это большая федеральная сеть, у которой в каждом регионе присутствия есть свой телефонный номер, и они ставили перед нами задачу, чтобы мы завели все эти номера, все подключили именно в BITREX 24. Предварительно, прежде чем я буду все это рассказывать и плюс там какие-то небольшие, может быть, плюшки в конце расскажу, помимо вот этих 100 номеров. Я хотел бы сначала рассказать, как вообще у BITREX это все дело работает. Тут вот коллеги до меня уже рассказывали, но они вот эту съемку не показывали, я специально приехал, посмотрел. У BITREX так получается, что сами BITREX телефонией не занимаются. У них такая политика, что то, в чем они некомпетентны, они обычно привлекают каких-то партнеров. В случае, когда BITREX решил заниматься телефонией, они договорились с такой компанией, называется она Vox Implant, что Vox Implant заберет на себя всю головную боль по телефонию. И когда вы подключаете, настраиваете, либо работаете в BITREX, когда у вас идут звонки, схема обычно выглядит следующим образом. У вас есть там клиент, который звонит, на ваш телефонный номер. Сейчас почти все телефонные номера у вас поддерживают протокол СИП. Вот. Звонок идет, доходит до Vox Implant. Vox Implant отправляет в BITREX сигналы о том, что, друзья, вам звонок с такого-то номера, покажите либо карточку клиента, либо создайте лид. Вот. И отправляет также звонок либо в браузер, либо на телефон. После того, как вы поговорили, вы повесили трубочку. Vox Implant подготавливает запись этого телефонного звонка, в течение какого-то промежутка времени, то есть это не моментально, и сбрасывает этот телефон, эту запись в BITREX. Вот. То есть, бывает так, что вы поговорили, прямо сразу запись не видите, там прошло пять минут, а она появилась, да, необходимо какое-то время. Ну, скажем так, у этой технологии есть как преимущества, так и недостатки. Я о них чуть-чуть попозже тоже скажу. В чем, например, преимущества? Ну, Vox Implant профессиональный провайдер, работает на рынке именно на международном, а BITREX искал именно такого партнера, то есть они не затачиваются только на один российский рынок, они работают по всему миру, поэтому, работая с Vox Implant, они спокойно работают во всех странах мира. Vox Implant предоставляет номера и в Европе, и в Штатах без проблем. Вот. В чем минусы? Минусы в том, что, допустим, когда, например, мы приходим в какую-то компанию внедрять телефонию, многие компании имеют какую-то свою внутреннюю ОТС, например, IP-ОТС или Астериск какой-нибудь, и у них уже есть внутренние номера, люди как-то работают. И, подключая телефонию в BITREX, по факту IP-ОТС из этой схемы вычеркивается, то есть она остается только таким дополнительным посредником, но все правила дозвона, обработки, звонков, они все уходят в сторону Vox Implant. Это такой небольшой минус, которым вы платите, когда начинаете работать в телефонии BITREX, то есть у вас появляется таких два промежуточных звена до того, как звонок до вас дойдет. В целом, к этой схеме я, может, еще чуть-чуть вернусь, но вот я хотел просто сделать такую небольшую вводную, чтобы вы понимали, что когда мы говорим про телефонию в BITREX, мы, по сути, говорим про телефонию компании Vox Implant, которая является партнером BITREX, просто для вас она обычно всегда скрыта, вы об этом никогда не знаете, вы когда в интерфейсе настраиваете маршрутизацию звонков или еще что-то, вы, по сути, настраиваете Vox Implant сервис, а для вас такое ощущение, что в BITREX работаем. Значит, да, к нам пришел клиент, крупная компания, у которой порядка 100 номеров, очень большой трафик, это десятки, сотни тысяч минут в месяц звонков, то есть маркетинг там работает просто отлично по всей России, и проблема была в том, что вот весь входящий поток звонков, он был оторван от CRM, ну, то есть звонки шли, но по какому каналу пришли, там, с какого, скажем так, где рекламируется номер, чтобы потом построить корректную воронку, маркетологи этого все сделать не могли, и мы помогли им завести это все дело в BITREX. У BITREX есть, как вот сказал предыдущий коллега, есть ограничение на пять номеров, то есть если вы в облачной АТС пытаетесь завести номера, у вас там всего, вы когда нажимаете добавить номер, у вас их всего пять штук. Это ограничение достаточно просто обходится, там все две кнопки, подключить облачную АТС и подключить офисную АТС. Вам, чтобы получить больше пяти номеров, вам нужно, чтобы у вас была некая офисная АТС. Офисная АТС не означает, что она должна быть у вас внутри офиса, вы можете варендовать Астериск где-то в облаке и все номера завести там. То есть если вам нужно более пяти номеров, вам нужно рядом с BITREX, а точнее рядом с Vox Implant, развернуть свою АТС. И в этой АТС вы сможете добавить неограниченное количество этих номеров, она, соответственно, будет работать корректно. Зачем нам еще, может быть, нужен Астериск? Зачем нам вообще рядом вешать еще одну телефонную систему, дополнительные сложности для себя добавлять? Дело в том, что, как показывает практика, вот, например, в Питере она показала как раз на этом клиенте два таких больших провайдера. Это Северен, еще какой-то я не помню. У них есть проблемы с исходящим набором, он у них нестандартный. И если вы этих провайдеров будете подключать напрямую в облако, у вас исходящие звонки не будут корректно работать. Они у вас вообще корректно не будут работать, потому что провайдер, например, требует, чтобы исходящий звонок шел через ноль или еще через что-то там. То есть придумывать какие-то свои правила, которые, например, не поддерживает оператор Vox Implant. Как только вы начинаете, допустим, пытаться подключать что-то стороннее, то есть если вы, например, просто работаете с тем, что есть, «Битрикс» вам дал номер, вы у него купили, через этот номер принимаете входящий и исходящий, у вас никаких проблем не будет. Но если у вас есть существующий телефонный номер, и если у вас есть существующий оператор, который дает вам большой дисконт на исходящую связь, вот как раз коллега говорил, что если у вас более 8-10 тысяч минут в месяц наговора, то скидка у какого-то там оператора может быть достаточно значительной. Как раз у нашего клиента именно такая ситуация. у него там не 8 тысяч минут в месяц, очень большое количество, и они там как раз для исходящих линий все использовали «Северен» и еще кого-то, сейчас не помню. Вот. Подключая «Астериск» и заводя через вот этот промежуточный, через этот ОТС этого провайдера, вы можете на лету убавлять префиксы, добавлять префиксы, то есть можно обойти эту проблему. Что еще нам дает вот эта схема? Ага. Нам нужно обновиться срочно. Да. Резервируем систему на случай падения Vox Implant. Я, на самом деле, не то чтобы, скажем так, прямо евангелист Витрикса, надо понимать, что все падает и все, ну скажем так, нет ничего такого, чтобы всегда работало 100%. Да. Имейте в виду, что априори любой сервис может упасть и будет не работать. Если у вас телефония – это критическая составляющая, да, когда, допустим, вот я ездил недавно на встречу, большой крупный застройщик, они платят за каждый звонок, входящий, да, за привлеченный входящий звонок, по-моему, чуть ли не 15-20 тысяч рублей. Соответственно, если они заплатили за этот звонок 15-20 тысяч рублей, и у вас вдруг не заработала телефония, да, значит, они вот каждый момент теряют эту сумму. Астериск еще нужен в таком случае, чтобы прорезервировать вот этот Vox-имплант, например. Большинство IP-телефонов поддерживают функцию двух аккаунтов. Вот если вы посмотрите наверху, у меня нарисован IP-телефон 2, IP-телефон 1. Это, на самом деле, учетные записи, то есть у вас у менеджера на столе может стоять один телефон, и в нем может быть заведено две учетные записи. Первая вашего битрикс24, вторая вашего астериска. Если облако Vox-импланта, например, упало, или битрикс24 упал, такое бывает, поверьте, не часто, но бывает, то ваша телефония может оставаться в рабочем состоянии, да, у вас бизнес не встал. И если у вас это так называемая бизнес-критикл часть, то имеет смысл обязательно ее резервировать каким-то образом. То есть можно таким, можно каким-то другим, там, тут есть коллеги другие, провайдеры могут предложить вам какие-то другие схемы резервирования телефонии. Но вот такая схема, если ее строить, она в том числе позволит вам прорезервироваться на случай падения самого битрикса или Vox-импланта. Так, у нас уже есть астериск, ну вот как раз схема, когда мы приходим в компанию, у которой есть астериск, она позволяет начать движение от обратного, да. То есть мы на эти телефоны, на которых уже, допустим, в компании там 50-100 сотрудников, они уже, у них уже у каждого есть свой внутренний номер телефона, и они хотят постепенно внедрить битрикс24, но при этом, чтобы у них внутренняя там АТС оставалась, это возможно. Там на каждый телефон, почти там все телефоны две учетные записи поддерживаются. Второй учетной записью добавляется битрикс24, и они постепенно используют две учетные записи на одном телефоне переключаются на сторону битрикс24, там, да, астериск или там внутренняя телефонная система, у них остается некая резервная составляющая. Вот, это такой тоже плавный переход от того, что есть сейчас, к тому, что, допустим, чем можно пользоваться. Надо понимать, что не все телефоны, если у вас есть какие-то внутренние АТС, не все умеют поддерживать SIP-телефонию и IP. У нас очень часто были случаи, когда клиник там приходит, у него есть внутренний АТС, и она старая, она аналоговая, или она может быть цифровая, но она живет в каком-то своем интерфейсе, там, какой-нибудь там Сименс странный. Вот, и в таких случаях клиент обычно отказывается от своей телефонии, то есть, ну, там надо принимать некое волевое решение, что он эту свою телефонию забывает и, соответственно, переключается полностью на облако Vox Implant и вот на вот это. Иногда клиенты крупные не готовы на это, они, например, в этот момент, когда им нужно решиться, они говорят, нет, тогда мы битриксом пользоваться не будем, потому что нам наша телефония важнее, мы в нее верим, она с нами уже 15 лет. Немножко пару слов о том, как вот этот астериск готовить буквально немножко нюансов. Ну, с нашей точки зрения все возможно, если у вас есть некие там ресурсы, там, это какой-то более-менее головастый айтишник, мы его называем Linux-инженером. Вот, то есть это человек с какими-то небольшими базовыми понятиями, который может почитать немножко how-to на хабре, как развернуть астериск и настроить. У него есть веб-интерфейс, там не надо много знаний. Соответственно, это первый, скажем так, нюанс. Второй нюанс, после того, как вы это все развернули, настроили, надо понимать, что мир такой, в принципе, все двигаются в облака. То есть смысл движения в облака в том, что вы как раз никакую инфраструктуру внутри компании не разворачиваете, не настраиваете, не поддерживаете. Это большой плюс, в общем, это экономика. Просто текущий случай, он как раз немножко про другое. Но если вы уже внутри у себя что-то развернули, вам нужно понимать, что вам нужно это мониторить. То есть как это работает, что это работает, что там ничего не зависло, никакая служба. И вот у этого правильного, хорошего Linux-инженера должна быть небольшая правильная система мониторинга. И третий очень важный момент. Как только вы начинаете играть в историю с астериском и добавляете, используете вот этого провайдера, не провайдера, а точнее вот этот АТС, вы должны понимать, что инженер должен настроить это так, чтобы никто из дней к ней не подключился. У нас был несколько лет назад очень печальный случай. У клиента был развернут астериск, и клиент на одном из аккаунтов на телефонном задал очень простой пароль. К нему подключились кто-то, то ли из Китая, то ли еще кто-то, и наговорил за выходные на 390 тысяч рублей. Сейчас у всех провайдеров современных есть специальные системы, которые автоматически блокируют исходящие звонки в опасные страны или когда пошла подозрительная активность, но на тот момент у провайдера этой системы не было. И провайдер почему-то разрешил уйти в такой большой минус, хотя у всех провайдеров должны срабатывать стопы, а у этого провайдера этого стопа не было. Было наговорено на 390 тысяч рублей с пятницы вечера до понедельника утра. Причем клиент даже в субботу работал и позвонил, что как-то очень плохо телефония звонит. Потом провайдер обрадовал таким счетом в понедельник. Вы знаете, мы вас выключили, потому что вы наговорили на 390 тысяч. История там имела продолжение. В итоге провайдер, скажем так, 390 тысяч – это по рыночным ценам этого провайдера. Они пошли на мировую. Провайдер по себестоимости пересчитал в 90 тысяч. Ну, то есть там хорошая получается такая маржинальность у провайдера. Нам понравилась тогда такая калькуляция. Мы подумали, почему мы не провайдеры. Но все равно сумма достаточно весомая для клиента была и абсолютно неожиданная. И надо понимать, что как только вы что-то разворачиваете, неважно там у хостинг-провайдера, либо еще где-то, вы должны понимать, что существует, наверное, десятки, сотни тысяч не очень хороших людей, у которых настроены автоматические системы анализа, что у вас открыто, какой у вас пароль, и начинают перебираться, стучаться. И как только они там попали, они сразу это будут использовать в корыстных целях. Одной из корыстных целей – это вот эти звонки. То есть там были звонки в Малайзию, там еще куда-то. То есть они причем эти доступы продают за какие-то деньги. Это попадает очень быстро в сеть закрытую. И люди там вами пользуются, пока это возможно. Это очень опасный такой инцидент. Поэтому тот, кто будет вот с этим прямыми руками это настраивать, он должен, соответственно, сразу же закрыть весь Китай. Это вот китайцы на раз-два любят. И вы должны договориться с вашим провайдером, у которого у вас подключена исходящая связь, что у него вот эти стопы стоят, что он умеет… что у него такие стоп-факторы есть и что если даже вас взломали, то вас вот так вот не накажут на такие деньги. Да, это вот такая небольшая история по поводу подключения номеров и обслуживания вот этого Астериска. То есть подключить сто номеров можно. Не обязательно, как сказал коллега, переезжать в коробку. Это можно сделать и в облаке. Единственное, что вам рядом с облаком нужно поднять свою телефонную систему. Оценка качества. Ну вот тут я хотел рассказать немножко про этот же клиент. У Битрикса, как известно, есть такая птичка волшебная. Я не знаю, кто видел, не видел. Используйте оценку качества. Если вы ее поставили, то в конце робот спросит звонившего, понравилось ли вам. Поставьте оценку. И в журнале звонков можно будет увидеть в столбце оценка значений. Вот Ира, кстати, вчера наша звонила, обзвонила все, кто пойдет на семинар и не пойдет. Но вот у нас там оценка выключена. Вот поэтому здесь прочерки. Если вы ее включаете, то вы здесь увидите 3, 4, 5, если кто-то ставит. Вы потом можете, в принципе, эту оценку использовать, выгрузить ее. По этой оценке либо премировать, либо не премировать менеджера. Но вот нам клиент поставил чуть другую задачу. У них есть внутренний отдел контроля качества. Когда есть человек, выборочно прослушивает записи менеджеров. И есть большая анкета у этого отдела контроля качества. Она слушает разговоры и смотрит, предложил ли он вот это, уточнил ли он вот это. И по каждому вопросу она ставит балл некий. Баллы потом автоматически суммируются. Считается некая средняя. Считается средняя за месяц. Выводится внутри профиля этого менеджера. То есть любой менеджер может зайти к себе в профиль, посмотреть, сколько у него вообще коэффициент по обслуживанию клиентов. И можно даже строить на скриншоте небольшой рейтинг менеджеров по тому, насколько они хорошо общаются с клиентами с точки зрения отдела контроля качества. Такая вот история, я не знаю, к сожалению, либо к счастью, доступна только в коробочной версии. Как я и сказал, облако слабо кастомизируется. Коробочное кастомизируется. Вот мы сделали в карточке лида такую вкладку, которая называется оценка. Нажимается туда, там есть кнопочка добавить. И вот отдел контроля качества выборочно там добавляет. Когда она добавила, сразу формируется уведомление менеджера, что вас оценили, ваша оценка теперь такая-то. И каждый месяц все оценки обнуляются, игра начинается заново. У менеджеров есть такая небольшая соревновательная составляющая. С одной стороны, потому что они смотрят на этот рейтинг. Тут я просто не стал клиентский выводить, тут мы взяли демо. С одной стороны, с другой стороны, у них даже какая-то часть премиальная привязана к этому значению. То есть у них есть некий порог, я не помню, цифра 5, что ли. Если он уходит ниже 5, то это как-то влияет на его премиальную составляющую. Поэтому это сейчас такая схема введена. И схема, которую планируется ввести, она еще просто на согласовании, что менеджеры, которые хуже всего общаются с клиентами, у которых низкое значение, каждый месяц эта очередь, которая настраивается, когда идет звонок, равномерно распределяется по очереди, клиент решил, что звонки будут распределяться последовательно по менеджерам, и эта последовательность будет выстраиваться в зависимости от баллов. Соответственно, тот менеджер, который лучше всего общается с клиентами, он будет в очереди первый, он будет больше всего получать звонков. Тот менеджер, который получил низкую оценку по качеству за месяц предыдущий, он встает в конец очереди. Он получает меньше входящих лидов, соответственно, меньше продаж, меньше у него возможность получить премиальные. Есть другой сценарий у другого клиента, когда менеджеры, которые опаздывают на работу, тоже могут вставать в конец этой очереди. То есть это мотивация на то, чтобы приходить вовремя. Мы сделали такую систему оценки, когда оценка происходит внутренним отделом контроля качества. Тут можно посмотреть. Это некий журнал. Одного менеджера можно оценить по любому звонку. И анкета тоже настраивается абсолютно так, как нужно клиенту, на те вопросы, на какие нужно. Для удобства контроля качества мы ее вывели сразу в карточку лида. То есть отдел контроля качества выборочно берет лид, открывает, смотрит, была оценка, не была, не была, добавляет. Это то, что касается сценария по поводу того, как оценивать. Есть ли жизнь на Марсе? Заключительный мой тезис на этом выступлении. Я немножко с другой стороны начну. У нас сейчас есть два экспериментальных решения. Первое решение называется распознавание голоса и эмоций. Мы его пишем, на самом деле, очень уже давно. Это связано с тем, что это достаточно технически сложное. Есть у нас такая задача, чтобы, когда вы поговорили по телефону, чтобы голос был преобразован в текст и прикрепился к звонку. Отчасти это нужно для того, чтобы искать некие стоп-слова, то есть, ругается ли матом менеджер по телефону. Прослушивать телефонные звонки, особенно когда их очень много. В компаниях, у которых очень активно настроена лидогенерация, телефонных звонков может быть десятки и сотни тысяч. И человеческий труд тут абсолютно очень тяжелый. И, как нам кажется, этот процесс можно автоматизировать. Мы используем внешние системы анализа и распознавания голоса. Есть такая система у Гугла, есть такая система у Яндекса. Вы когда говорите «Ок, Гугл», она и работает. Мы туда отдаем эти записи телефонных разговоров. Они распознаются, возвращаются нам, и мы их прикрепляем к телефонным звонкам, чтобы потом можно было быстро, обзорно понять, о чем поговорил менеджер по телефону. Сейчас, скажем так, качество распознавания пока не очень высокое, потому что телефонная запись, которую Bittrex подготавливает, есть шумы, есть помехи, и она не очень качественна для распознавания. Но мы над этим работаем, мы сейчас стараемся убрать шумы, чтобы распознавание было лучше. Если вы нам напишите, мы вас можем пометить и вам прислать анонс, когда мы это все-таки дело выпустим. Помимо распознавания голоса и перевода в текст, у нас есть еще параллельно другая задача. Мы пытаемся проанализировать эмоцию. То есть, насколько человек, который позвонил, с какой… То есть, эмоция – это частичная оценка клиента разговора. Например, человек может позвонить с негативной эмоцией, и после разговора у него позитивная эмоция. Соответственно, человек, который ответил, сделал свое дело, погасил негатив – это плюс. Или, например, другой сценарий. Клиент позвонил в нейтральном тоне и общается в конце, он срывается на крик, что вы мне тут говорите. Наверное, должен загореться какой-то маячок некому супервизору либо администратору о том, что нужно прослушать эту запись и выявить, в чем была конфликтная ситуация. Это, скажем так, вторая задача, которую мы пытаемся тоже решить. Все это решается пока только для коробочных версий. Возможно, когда мы что-то для коробочных все-таки выпустим, мы посмотрим на облако. И третий сценарий, который мы пытаемся тоже сейчас… Возможно, мы сделаем это в июле. Это когда у вас… Бывает такой случай, когда вы где-то, где у вас нет интернета или вы не хотите использовать мобильные приложения для исходящих-входящих звонков, вы хотите, как обычно, в GSM-сети общаться с клиентами, с коллегами, но чтобы все эти звонки и записи записывались и прикреплялись к CRM. Есть компания-партнер, которая вроде как нам поможет с этой технологией. Вы ставите там другую симку, ну еще одну симку, на которой будет выделен номер, и все звонки будут, соответственно, фиксироваться в CRM. То есть вам не нужен интернет, если есть GSM-покрытие, то все будет работать так же, как если бы вы были внутри офиса и говорили по своему аппаратному телефону, поговорили по аппаратному, там вышли на улицу, поговорили по мобильному, поэтому все будет работать. Как скоро это? Мы ожидаем, что в июле мы должны закончить работы по выпуску этого прототипа. Но тут еще зависит от партнеров, которые нам эту технологию помогают построить. А там они, соответственно, общаются напрямую с операторами большой тройки, это Megafone Beeline МТС. Телефон должен две сим-карты? Да, там выпускается симка специальная под вас. Мы точный сценарий, наверное, чуть попозже расскажем, но там предварительно, грубо говоря, возможно, ее можно будет привязать к вашему существующему номеру корпоративному, вы там свою вытягиваете, возможно, это будет альтернативный второй номер. Мы пока еще точно не готовы вам описать сценарий, у нас пока это нарисовано и согласовано, и мы сейчас будем в фазе активного тестирования. Так, что еще? Ну вот три вот таких последних заключительных тезиса. Это, наверное, все, что я хотел еще в дополнение сказать. Мои контакты. Если вам нужна бесплатная какая-то консультация или телефоний, вы можете написать там, кто-то из инженеров обязательно ответит. У нас там есть SLA по ответам. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Подписывайтесь на наш канал. — Спасибо над этим. Продолжение следует...